Всем привет! Сори за мой немножко простывший голос, я действительно заболел, но при этом это не повод мне выпускать новое видео, к тому же мой замечательный хороший друг Роман Кошель подогнал мне вот такую штуку на тест, называется Hero 5 Black, он себе её купил и говорит, чувак, сделай обзор, наверное, тебе будет интересно. Я говорю, конечно, интересно, потому что и выбросили, и мне интересно поиграться, да и вообще. Если вы хотите, частенько загубайтесь на Алиэкспресс, возможно, решили купить себе GoPro Hero 5, ну или, я не знаю, аксессуары к ней, купив уже саму GoPro, то тогда вы наверняка задумываетесь, о какой продавец будет максимально надёжным, всё придёт вовремя, в срок, ну и, конечно же, никто вас не обманет по комплектации. Итак, для этого есть расширение, называется Алиэкспресс Хелпер, Алиэкспресс-помощник, проще говоря, которое доступно в официальном Google Маркете, вот тут-вот, можно установить буквально по одному клику и всё, далее вы будете видеть массу интересной информации о каждом продавце. У вас будет здесь висеть, ну, давайте посмотрим, как это выглядит. Выбрал я, например, вот такого продавца, ну, всё красиво, согласитесь, да, и на картиночке, и так, но, не знаю, придёт, не придёт. Итак, написано, 85% рейтинг, хорошо, у нас два алмазика стоит, продавец на площадке более трёх лет, общий рейтинг продавца очень высокий и так далее, куча различной инфы, которая поможет мне быть уверенным, и я могу приобрести себе для GoPro всё, что я захочу. В любом случае, это действительно очень удобно, очень просто, Алиэкспресс-халпер, ссылка есть в описании для установки. Устанавливайте всё бесплатно, будете немножко больше защищены и получите чуть больше возможностей при покупках на Алиэкспресс, ведь если ты защищён, значит ты вооружён, но вооружиться в наше время не так, чтобы плохо. Ссылка в описании. Поэтому немножко коробочка у нас подрёпанная, но зато всё на месте, комплектация полная, что самое главное. Ну и у нас, конечно же, Black Edition, как полагается. Хотя, насколько я помню, у них, по-моему, Silver'а сейчас и нету, там просто есть какая-то альтернатива, типа Adventure или что-то такое, или Advanced. Ну что, смотрите, в комплекте, значит, у нас идёт вот такой вот тип крепления, соответствующий у нас момент, да, ну я думаю, тут всё более-менее понятно, что это такое. Есть у нас, понятно, вот такой вот кейсик сверху, его можно открутить. Также у нас есть вот такая держалка. У нас есть самый настоящий кабель USB Type-C, ибо в пятёрке уже Type-C. Супер, ребята, молодцы, большие. Ну и, конечно же, есть переходничок вот такой вот, замечательный. Тоже, на самом деле, штука удобная. Я так понимаю, это у нас на обычный штативчик. Ну и, 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 на самом деле, похоже, больше ничего нету, потому что аккумулятор у меня уже в самой камере встроен, вставлен точнее, и, в общем-то, на этом всё. Единственный, наверное, минус, который я могу отметить, то, что хотелось бы здесь увидеть ещё гарду памяти. Всё-таки камера стоит недёшево, хотя бы какую-то минимальную, там, на 16 гигабайт можно было положить. Ибо те же DJI это делают, и делают это очень правильно. То есть, ну, с практической точки зрения весьма полезно, если у вас есть какая-то карта памяти. С учётом, что здесь подойдёт всё-таки не любая, и мои изыскания показали, что всё должно быть более-менее быстрое. То есть, если я использую вот здесь вот карточку памяти от компании Sony с очень высокой скоростью чтения и записи, то ок. Если же я использую что-то, так говоря, менее шустрое, то, конечно, здесь приходится немножко уже извращаться. Ещё я подумал, как бы вам показать, на самом деле, камеру с наилучшей стороны, то ли на неё снять обзор, то ли как-то так. Давайте мы сделаем это из двух частей. То есть, я вам расскажу впечатление камеры уже на камеру, а сейчас расскажу лишь, что вот было в комплекте, и, собственно, какие здесь элементы управления поменялись, появились, и вообще, собственно, из чего камера состоит. Это достаточно интересно, и я уверен, что стоит показать, и показать это, просто снимая на камеру, невозможно, особенно если вы будете снимать на саму Hero 5. Второй у меня для того, чтобы подснять, нет, ну и качество будет, конечно, в этом случае несколько лучше. Давайте начнём. Итак, начнём с того, что она действительно очень миниатюрная, и если я возьму OnePlus, то он будет просто нереально огромным в сравнении с этой камерой. Это самый большой плюс, потому что у нас экшн-камера, мы должны с ней и на голове кататься, и на велосипеде, и вообще по полной программе зажигать. А если я нажму вот сюда на кнопочку, то у нас откроется слотик, и в этом слотике мы найдём не что иное, как аккумулятор и карточку памяти типа microSD, то есть всё достаточно тривиально и просто. Есть у нас также момент, снимаем мы вот этой вот заглушечки, смотрите, снимем, и здесь у нас есть, собственно, micro HDMI и USB Type-C. или зарядки синхронизации. Кстати, здесь есть ещё прослочка такая, чтобы вода не попадала, и тут у нас одна из главных особенностей, то что теперь никакого дополнительного кейса не нужно, можно сразу с ней купаться, нырять и вообще всячески развлекаться в экстремальном ключе. Ну даже для обычной съёмки там детей, животных, даже для влогов, это вполне себе интересная такая находка, потому что камера лёгкая, потому что снимает нормально, на самом деле нормально, то есть можно и фоточки сделать, и видео, и всё будет ваше без вопросов. Плюс в USB Type-C якобы можно воткнуть переходничок, стоит он, правда, немало, там 20 с лишним долларов, но он будет на 3,5 миллиметра. И уже туда воткнуть на какой-нибудь Rode Smart Love Plus, либо другую петлю, и записывать звук таким образом. Ну и опять-таки, если мы хотим получить, например, вариант для влогов, то можем спокойно нажать вот сюда, вот открыть отсек, воткнуть сюда переходничок с USB Type-C на 3,5 миллиметра. Стоит он, правда, порядка 20 баксов, по-моему, что-то плюс-минус официальный. И подключить Rode Smart Love Plus, либо другую петлю, и уже всё будет прям ок-ок. Что касается широкоугольной вот этой вот истории объектива, то оно прикрыто стеклом, это, как я понимаю, Gorilla Glass, и, в общем-то, это хорошо, ничего не разобьётся. Вообще, камера сделана максимально добротно, у нас два микрофона сверху и сбоку. Кнопка включения записи насталась сверху, ну, то есть это плюс-минус то же самое, что и было. Дисплейчик, вот эта кнопка включения у нас, и она многофункциональная, кнопка переключения. Так, Hero 5. Да, вот этот самый дисплейчик, он у нас позволяет подобразить какую-то дополнительную инфу, особенно если, например, у вас камера стоит где-то закреплённая, да, вот вы её закрепили, она перед вами, вы видите, что сейчас происходит, стартовала, запись не стартовала, такое было, и это действительно удобно. Но, главная фишка в том, что у 5 Hero у нас есть сенсорный дисплей, сзади он встроенный, и здесь можно как просматривать, собственно, вот сделанные снимки, так и, особо не заморачиваясь, использовать различные настройки. Всё это очень удобно, можно выбрать ширину угла, тип записи. У нас есть и 4K, и Full HD, и в этом смысле, конечно, всё замечательно. Причём в Full HD, смотрите, что мне особо нравится. У нас есть и 80 кадров, и 90, и даже 120. Но понятно, что 720, это будет немножко интереснее, потому что там даже 240 есть, то есть можно slow motion видео фигачить ваше без вопросов, ну или, например, в 60 кадров писать вот в таком ключе. Ну и тут у нас есть, например, SuperWrite, это вообще просто Unreal, знаете, такой вот, сейчас я бы укажу, да, смотрите, вот камера, да, видите, какая моя рука, я в упор заснимаю, и всё равно это широкоугольный, у меня чуть ли не вся рука там помещается. Действительно впечатляет, и качество вне всяких похвал. Куча настройок, на самом деле, всё это тоже доступно, мы можем здесь вот открыть, посмотреть, всё это настраивается, и качество, и все основные моменты, это удобно. И удобно то, что фокусироваться, опять-таки, можно по дисплею, хотя это вам в основном не нужно будет, потому что, ну, а зачем здесь фокусироваться, если у нас есть фокус на бесконечности, это очень удобно. Ну, реально клёво. Смотрите. Прям шикарно-шикарно. Если снимать на улице, вообще к ней претензий нет, ну, или же снимать при профессиональном свете, типа того, что стоит у меня, тоже получаю максимум удовольствия. Но согласитесь, такой угол стоит дорогого, и, в общем-то, я не буду вдаваться, на самом деле, в подробности, какие тут супер-мега-пупер настройки, что их тут очень много, что можно вот здесь вот всё заблокировать. Есть голосовое управление, кстати, которое работает, ну, не так, чтобы уж прям идеально, но оно работает. И здесь нет русского языка, я так понимаю, что вы тоже уже это поняли, зато контрастно выглядит хорошо на солнце, то есть претензий особо нет. Но функциональная клавиша, оп, стоп, не туда нажимаю, давайте вот так вот нажмём, она может нас переключать в режимы фото, у нас есть многосерийное фото, у нас, понятно, есть таймласс фото, и, конечно же, видео. Ну, вот нам видео интереснее больше всего. И я предлагаю, на самом деле, перейти к тестовой части, уже буду рассказывать о своих впечатлениях. Поехали. Дальше. Ну что, вот это режим 4К 30 кадров с выставленным светом в помещении. Сомнительно, что вы будете снимать свои видео на GoPro Hero 5, и, скорее всего, это будет либо зеркалка, либо что-то более-менее компактное, вроде Альфа 5100, 6000 Альфы, ну, возможно, Canon GC-Mix Mark I или II. А вот в таком ключе я решил просто вам показать, чтобы было понимание, а, собственно, что можно выжать в помещении. Вы будете, скорее всего, эту камеру использовать для чего? Для экстрима, понятно, для прогулок, то есть формат блогов, к этому мы ещё вернёмся, и для всего подобного. Для этих целей всё замечательно. Смотрите, хочу отметить такую важную абсолютно вещь, которая наверняка вам пригодится по ходу, собственно, всей эксплуатации камеры. Это, конечно же, характеристики. То есть вы должны понимать, что здесь не супер-пупер разрешение. Это 12 Мп, которое вполне себе хватает для большинства задач, которые ставятся перед GoPro. Ну и, конечно же, постобработка, постматериалы. Всё это накладывается уже на ваши плечи, когда вы будете работать с материалом конкретно постфактум. Здесь кодек H.264, поэтому никаких проблем быть не должно. Это действительно удобно просто и возможно обработать в абсолютно любом редакторе, какой только вам нравится. Второй момент с разрешениями. У нас здесь есть 720p 240 кадров, у нас есть здесь 1080p 120 кадров, и есть 4K при 30 кадрах. Ну и понятно, всё, что меньше того, что я назвал, оно здесь тоже присутствует. В ином смысле действительно интересно. Стабилизация работает не везде. Если мы хотим, это 60 кадров, 1080, всё, что ниже. Да, там есть стабилизация. Если я не ошибаюсь, 720p 240 тоже нет стабилизации. В 4K, понятно, стабилизации тоже нет. Поэтому это режимы такие, знаете, больше под таймлэпс, больше под съёмку такую плавную, возможно, с Karma GoPro, которая, по-моему, до сих пор так и не продаётся, но всё-таки. И самый главный момент, то, что качество на выходе будет весьма и весьма на уровне. Ещё один интересный факт, то, что батарейки хватает достаточно надолго, то есть час-полтора записи в Full HD вам будет достаточно, час в 4K это, в принципе, не самый плохой показатель. На самом деле я камеру вот как получил у Ромы, так я её ни разу не зарядил. В этом смысле, причём она была уж разряжена процентов на 20, то есть там 80 было, и я с ней игрался, снимал, делал подсъёмы, и в итоге так разрядить до конца и не смог. Ну и, конечно же, дисплей. Здесь он 2 дюйма, сенсорный, я уже вам его показывал, действительно очень клёво и прикольно. Ну и, конечно же, влагозащита сразу в корпусе, тоже решающий момент. Любопытно, что вы сможете, конечно же, её взять всегда с собой, это тоже играет немаловажную роль. И давайте попробуем, наверное, перейдём к формату влога, потому что фактически по камере сложно что-то рассказывать. Здесь нужно показывать картинку. Такую картинку вы уже видели, я вам её показал. Давайте посмотрим на какую-нибудь другую, для того, чтобы у вас в голове сложилось, а, собственно, как там на улице, в формате того же влога. Ну что, я вышел немножко на улицу. Здесь снежок. И давайте попробуем в формате влога. Сначала от первого лица. Единственный минус, наверное, то, что камера не моя, и себе бы я купил ещё налобное крепление. Ибо оно решило вопрос тем, что у тебя свободные или несвободные руки. Но даже так понятно, что выглядит очень прикольно. Давайте прогуляемся куда-нибудь туда, во дворы. И я вам покажу ещё пару кадров. Самый большой минус, с каким вы можете столкнуться, это то, что ваши пальцы попадают в кадр. Вот это вообще очень часто. И сейчас у вас звук идёт на петличку, которая у меня закреплена вот здесь. А вообще, звук на саму камеру вот такой. Согласитесь, есть разница. Ну, то есть, если с практической точки зрения смотреть, то, наверное, я бы писал либо через петлю сразу на GoPro, либо же, как сейчас я это делаю, род смартлав плюс и на смартфон. что тоже достаточно удобно. И у нас это не 4К, это 1080p 60 кадров. Пока, я считаю, этого вполне достаточно для того, чтобы получить максимум качества. Ну и давайте развернёмся и пойдём дальше. на самом деле экранчик решает. То есть, если с практической точки зрения я бы сейчас убирал только ради экранчика, можно было бы вполне себе взять именно такую камеру. А не, например, Hero 4 Black, который будет явно дешевле. Даже в московских магазинах, в обычных Эльдораде, видео и так далее. Я хожу за дворками, ну реально, дворами народу дофига. Откуда они все? Вообще непонятно. И даже сейчас, смотрите, большой плюс, снег идёт. За четвёрку я бы, наверное, переживал. Ну что, влага, все дела. Немножко холодно. Ну, а тут бум и ок. Вполне себе. Ну, в общем, да. Гупро рулит даже для влогов. Габарит и вес, удобство использования. Всё это укладывается какой большой собакин и маленький собакин. Давайте пройдём тут ещё. И, пожалуй, будем закругляться. Ну что, теперь точно будем заканчивать что можно сказать по херу 5. Прикольно. Я добавил сюда больше стабилизации. Симусенсор увеличил хотя бы до 24 мегапикселей. Да ладно 24, даже 16 было бы достаточно на самом деле, а не 12. В общем, у меня есть свои минусы, своих плюсов больше. GoPro это GoPro. Альтернатив, как вы знаете, всё равно нет. Не забываем ставить большой палец вверх. Подписываемся на канал, внизу есть кнопочка. Ну и шарим данное видео всё в стальных сетях. Всё как всегда. Пишите в комментариях ваше мнение. Пока-пока.